Всем привет! Меня зовут Таня, я из города Штуткарт, Германия. Спасибо вам, что вы смотрите это видео. Значит, все мои усилия по подготовке к этому видео уже не напрасны. Ожидание солнца немножко накраситься, а также почитать небольшую информацию о книге, которую я хочу предоставить в этом видео. По запросу нескольких девушек хочу познакомить вас с содержанием вот этой вот книги. Книга от Мэри Энглбрайт. Это американская художница, которая иллюстрировала открытки поздравительные. Потом ее приглашали для иллюстрации детских книг, что она успешно очень делала. Как вы видите, от такого рисунка просто не отвести глаз. Я думаю, каждый ребенок был бы рад именно почитать сказку с такой иллюстрацией. Также она создавала свой журнал, и у нее есть официальная веб-страничка, где вы можете просто посмотреть на английском языке, конечно же, что может для вас показаться интересным. Наверняка вы сможете что-нибудь найти. Это книга с ее иллюстрациями, но по ее словам она очень рада была предоставить эти иллюстрации, чтобы для удовольствия вышивальщиц они были переведены в крестики. Конечно же, здесь имеются различные иллюстрации по сезонам. Я покажу вам оборотную сторону, чтобы уже не показывать в другом ракурсе, как вы можете заметить, то, что может содержаться в этой книге такого рода. Если вам интересно посмотреть обзор этой книги, то оставайтесь вместе со мной, и мы посмотрим, что в ней находится. Но прежде я хочу сказать, что эту книжку я покупала в Амазоне, и она у меня бэушная. Но, как вы могли заметить, она в принципе в очень хорошем состоянии. Ее середина тоже в очень хорошем состоянии, то есть я не жалею, что я купила бэушную книгу. Она мне стоила со всей пересылкой с Англии, по-моему, с Англии, если я не ошибаюсь, или даже с Америки. В общем, не важно. Она мне стоила около 5 евро. Ну что ж, давайте посмотрим, что в ней содержится. Я сейчас поменяю ракурс, чтобы было удобнее, чтобы можно было поближе рассмотреть все картинки. До встречи! Ну что ж, давайте начнем с книжечки просматривать. Как видите, в углу это картинка самой художницы, а также представителя иллюстрации для этой книги. Так вот, предоставляется, конечно же, на английском языке. Эта книга, по крайней мере, я на немецком не нашла. В принципе, вышивальщицы по схеме можем узнать любой язык. Для нас это не препятствие. Как видите, по содержанию идет все сезоны года. Здесь она предоставляет свое личное слово. Небольшой рассказ по поводу этой книги предоставляет она здесь, в этом тексте. Она здесь рассказывает практически о каждом сезоне. Ну и как вы сами понимаете, у нас вышивальщиц в основном играют роль впечатлений с детства. Точно так же и коснулась Мэри Энгел Брайт. Она здесь рассказывает о впечатлениях своего детства по сезонам, что ей больше всего запомнилось, понравилось. И от чего отталкивались ее иллюстрации. Начинается эта книжка с иллюстрации. И как вы можете видеть, что она предоставит нам для схемы. Как вы видите, эта книжка очень красочная, очень яркая. И с небольшими другими иллюстрациями. Также не только для вышивки. Первое, что встречается, это вот такой вот щенок с мальчиком. Она здесь рассказывает, что все мы любим наших домашних животных, питомцев, потому что они всегда с нами. Они для нас верные. И вот если вы хотите порадовать своего питомца какими-либо истелиями, то можете начинать, например, с вот этого вот коврика. Он был вышит на пластиковой конве, которую, в принципе, можно было бы стирать. Она на очень крупной конве вышита. Также она предоставляет сделать какое-либо одеяльце или подушечку, вышив отдельные элементы из этого сюжета. Давайте еще раз перелесну. Здесь вот мальчик, деревушка, небольшой домик. И как вы видите, здесь очень много вокруг других собачек. Вот она соединила вот таких собачек в такую типа ленту. Но это не лента, это именно вышита на самом материале. Также она предоставляет вышить на пластиковой конве полукрестиком вот такую вот собачку и сделать подставочку для книг. Знаете, чтобы они на полочке стояли ровненько. Вот также здесь она предоставляет сделать такую вешалку для всяких разных принадлежностей. Она небольшая. Ну и также идет здесь вся схема этой вышивки, все материалы, все ниточки и крестики. Я хочу сказать одно, что из-за красочности, конечно, используется очень много цветов и очень различных видов бека. Бек, он более такой графический. Вот. Ну, она сама по себе училась на графического дизайнера Мэри Энгл Брайт. Ну и потом она перешла на иллюстрации открыток. Вот такая вот схема. Она довольно мелкая, но она помещается на две страницы. Вот предлагаются элементы отдельной этой вышивки. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот для этого щенка предоставляется список, я имею в виду, что для этой ленты, да, предоставляется список ниточек. И вот для вот этой вот собачки предоставляется список здесь ниточек. Здесь используется на одной собачке четыре цвета и два бэкстича. Также здесь описывается, на каком каунте можно его вышить и какой размер из этого получится. Извините, я показываю пальцем, потому что мне нужно придерживать страницы пальчиками, иначе оно у меня из-за тугого переплетения, страничка перелистывается сама. И вот полукрестом, чтобы вышить, тоже предоставляется много цветов. Очень много, я считаю, для такой маленькой картиночки. И она предлагает вышивать на десятом, на седьмом, на четырнадцатом каунте пластиковый конвейн. Алфавит, что тоже полезно. И это схема для коврика. В принципе, все элементы могут повторяться несколько раз. Не нужно ничего придумывать, как-то выбирать из одной картинки несколько элементов, чтобы вышить коврик, да, например. Также она рассказывает, что осенью она очень любила Хэллоуин. И как ни странно, она не любила, когда мама ей шила костюмы своими руками. Она очень любила распаковывать именно костюмы из упаковок. И ей очень нравились пластиковые маски. Она с радостью одевалась в эти костюмы и ходила выпрашивать конфеты. Но ей очень нравилось, как мама делала этот праздник Хэллоуин атмосферным. Эта рамочка, она отдельно вышита, потому что, как вы можете здесь видеть, здесь такая тень. То есть, это картинка сама углубленная, в углубленном состоянии. То есть, вышита картинка, и потом эта рама. Как я могу здесь наблюдать, здесь просто вырезана, ничем не обработана канва. Ну, должна наверняка канва быть тогда более жесткая. Нам предлагается из отдельных элементов вышить вот такие вот пуговички. Я, правда, не знаю, как они застегиваются, без понятия. Потому что пуговичку в такое отверстие никак не приделать. Но я думаю, что их можно или на какую-нибудь липкую ленту приклеить, да, вот тут липкая лента приделать. Вот. А так, я думаю, что она здесь на бумаге перфорированной вышита. Можно, конечно, на пластиковой, если найдете такую коричневую. И задник украшен фетром. В общем, можно как-нибудь придумать, но идея пуговичек для детей неплохая. Можно такой сделать значок на Хэллоуин. И вот отдельным элементом вышит вот такой вот наш вампирчик. И сделан украшением. Прекрасная композиция. Отдельные вот эти вот конфетки. Вот как вы видите, да, это конфетки такого рода. Я не знаю, что они символизируют, без понятия. Здесь также не написано. И можете украсить, например, корзинку для Хэллоуина. Подушка предоставляется для вышивки. Вот такая вот схема. Схема, скажем так, еще меньше. По значкам нет, но она довольно-таки маленькая. И предоставляется сначала для отдельного элемента все ниточки. И вот здесь предоставляется как саму рамку вышить, а также все вот эти вот ниточки для, собственно, для картины и для этой же рамы. А вот сама рама, как вы видите, она очень большого размера. Ну да, наверное, именно такая должна получиться. Отдельно можно выжить этого вампирчика-мальчика. И к нему же предлагается весь список ниточек. Инструкция тоже для этого имеется. То есть здесь можно разобраться. Конечно же, предлагается на каком каунте вышивать. Опять же для подушечек. Извините. Для подушек вышивка. То есть отдельные элементы не нужно выискивать с одной общей схемы, а можно все вышить отдельно. Здесь предлагается такая вот символическая картина. Дом там, где сердце. Ну и, конечно же, на кресло стоит более уютный. Символизирует уют дома. Конечно, без кошечек здесь не обойтись. Кошечки это, конечно, дух нашего дома. Защитник от различных плохих духов. Предлагается вышивать на пластиковой конве вот такое вот кресло с кошечкой, не забыв, конечно, сердечко. И сделать из него вот такую вот ключницу или подвеску для ключей. Как видите, здесь тоже есть подвесочка, брелочек именно для ключика. Очень симпатично выглядит. Это все оформлено тоже фетром, как вы можете заметить. Можно сделать вот такую вот подушку. Кошечку вышить отдельно, подушечку сделать такую. Очень красиво сделано, конечно, все. И если вы хотите повторения этого сюжета, этой кошечки, да, то есть несколько раз ее вышивать, то ради бога. И то же самое с этими цветочками. Но я боюсь, что я бы от этого устала. Вот такая вот схема предоставляется. Скажу сразу, что значки, они по размеру не меняются. Меняется только размер схемы. Вот весь список именно для картины. Вот предоставляется кресло. И находится здесь список всех материалов, которые понадобятся именно для этого кресла. То есть для ключницы. Именно для брелка все весь материал. Вот, как видите, надпись, подушка. И мы переходим на рубрику «Зимы». Она рассказывала, что она очень любила ходить напротив дома. Если их желание исполняло, чтобы пошел снег, то они ходили на горку вместе с отцом. И они катались практически до дома своих дверей. И они просто понимали, что им теперь идти всю эту дорогу назад, которую они прокатились за несколько секунд. Но все равно для них это было большим впечатлением детства. Вот такую вот иллюстрацию она предоставила нам, чтобы мы могли ее вышить. Такой вот Дед Мороз с большим мешком. И с такими вот классными ботинками, как вы можете заметить. Нетипично для Деда Мороза с трубкой. Ну, как-то по-другому она представляет Дед Мороза. Предоставляются также отдельные элементы вышивать. Это все будут, все эти элементы будут находиться в книжке в виде схемы, чтобы мы могли вышить в виде пинкипа. А вот вы, как видите, здесь вот изображено в виде броши. Интересно, конечно. Такой вот мешочек можно вышить с такими маленькими элементами. Тоже очень даже симпатично. Мы вышиваем все носочки, а в принципе можно вышить для ребенка вот такой вот мешочек. Также предоставляется здесь салфетка, или как она называется, такая подстилочка под тарелочки. Тоже можно вышить словом Believe, чтобы украсить стол. Сама схема. Список. Как видите, огромный список всех этих ниток, бленды, анкор, дмс-нитки предоставляются. Здесь все имеется, что вам нужно. Предлагается самое меньшее, это на 22-м каунте вышивать эту картину. Самое меньшее 36-й каунт, а самое большее 22-й каунт. Извините. И вот предоставляются для новогодних игрушек все отдельные элементы в виде схем, чтобы создать из них такие вот пинкипы новогодних игрушек. Предоставляются все материалы, весь список. Очень интересно. Вот снеговики. Тут немножко, конечно, снеговики страшненькие. Вот, например, этот, ну, у него какой-то обиженный, злой какой-то. Улыбку, конечно, можно ему поменять. Вот здесь она предоставляет сапожок, рукавички. Американские сапожки мне уже как-то надоели, а вот рукавичек таковых нету. И мне бы хотелось, чтобы у меня висели вместо сапожков такие вот рукавички. Не именно с такой вышивкой, но вместо сапожка рукавички. Вот можно вышить на перфорированной бумаге некоторые элементы и сделать их в виде открыточек. Тут предоставляются снеговички. Конечно, вот здесь вот будет неудобно, потому что схема, она разделена на несколько страниц. В этом будет трудность. Вот, пожалуйста, все элементы, которые здесь будут находиться. Ниточек не так уж и много. Ну, конечно, да, снеговики, они должны быть, в принципе, белые. Но с ихними элементами отдельными, цветными, немножко больше ниток предоставляется. Анкоры DMC предоставляются здесь ниточки. Вот такие вот отдельные элементы предоставляются, которые были на открыточке. И здесь предлагается для вышивки мир. Разделение книги мир. Как видите, такой ангел очень симпатичный, с такой красивой надписью, с маленькими ангелочками к этому же. Предлагается также такой вот сделать сапожок. Пиньки с ангелочками. Самый главный ангелочек, как украшение на верхушке елочки. Схема предлагается такого рода, извините. Все ниточки именно для картины полностью и все ниточки материалы для надписи, если вы хотите вышить отдельную надпись. Извините, пришлось прерваться. Батарейка села, как назло. Вроде бы готовилась. Так, вот отдельным можно вышить вот такой вот ангел. То есть все материалы подобраны. Вся схема. Вам ничего вырезать из общей схемы не понадобится. И здесь начинается уже раздел весны. Как вы можете заметить, очень красочная у нее весна. Будет очень красиво. Она рассказала, что в детстве это, в принципе, относится все к празднику Пасха. В детстве ей очень нравилось, когда они собирались в церковь, то мама с ними всегда ходила в магазин. И они покупали такие соломенные шляпы. И они были очень рады с этими новыми соломенными шляпками идти в церковь, меняться яйцами со своими кузинами. Им это очень нравилось. И вот таким вот образом она представляет себе такую весну. Для нее это все было очень красиво. Все новое, обновленное. Они всегда радовались весной. Ну, могу сразу сказать, что она каждому сезону говорит, что это ее самый любимый сезон года. Так что, как хотите, так понимайте. Вот такие вот возможности сделать вышивку у себя дома красивой. Очень хорошо придумано. Вот здесь, если честно, я не совсем поняла, как она это сделала. Это видно, что вышита крестиком. Но на самом деле она здесь написала, что это задекупажный стол. Здесь имеется алфавит своего рода. Схема вот этой вот картинки. С очень многими мелочами здесь этой картинка. Я сейчас перелистну назад. Здесь находится гусыня, кот, играющий на скрипке, тарелка, вложка, танцующие. Вот такая вот луна, корова там летящая. Да, вот знамените, это корова такая. Может, давайте я вам поближе постараюсь как-то показать. Ну, очень какая-то странная такая картинка, но довольно красочная и сказочная. Давайте дальше будем листать, иначе будет видео очень долгим. Так, вот такие материалы. И Лэйзи Дейзи, и Бэкстич, и французские узелки, и Милхилл здесь используется. Очень много ниток Анкор Диэмси. Очень много всего. Бленды. В общем, красоты очень много. Гусыня предоставляется. Здесь материал именно для гусыни. Отдельные элементы. Вот, например, летящую корову можно вышить. Также здесь предоставляются цветочки вышивать. Вот луна, корова. То есть, все здесь в отдельном состоянии. Представляется, вот котейка со скрипкой. Очень довольно симпатичный. У него очень добрый взгляд, я считаю. Конечно же, к весне относится и то, что нужно сеять, посевать. И вот такой вот маленький садовник у нас появился. И всякие отдельные элементы можно вышить. Вот такой вот блокнот садовой. Может быть, не знаю, лунный календарь отмечать или еще что-нибудь. Фартух такой вышить. Он очень старомодный. Ленточку на шляпу. Какая розовая шляпа. Это если будешь идти на улицу, будет все на тебя смотреть. А если еще увидит вышивку на ней, то это вообще упад. Вот столько нужно материалов для этой вышивки. Сама схема этого садовника. Но я не считаю это интересным. Для меня это как-то не очень интересно. Но, возможно, вам это нравится. Я вам советую купить эту такую книжку, если вам нравятся такие вот именно иллюстрации, такие сюжеты именно детских книг. Считаю, что если книжка, если написано при продаже, что книжка в очень хорошем состоянии, то не бойтесь, стоит этого купить. А good marriage. То есть хорошее замужество. Ну, конечно же, да, весной многие женятся, потому что тепло, все новое, все красивое, все цветет, как и любовь, в принципе, в наших сердцах. И предоставляется, например, вышить вот такую вот метрику или именно пожелание такого рода для молодожен. Это вышивается такая рама на черной конве. Нет, простите, это не конва, это, по-моему, равномерочка. И именно вставляется вышитый такой вот текст. И потом эта рамочка. И она делается немножко объемной. То есть на каком-то расстоянии она, конечно же, поднята немного. Очень красивая рамочка, очень. Можно сделать вот такую вот подушку. Именно для колец. Вышивка мне вот здесь вот очень нравится. Такое вот, а вот сама вот эта вот нашитая, мне как-то слишком. Можно сделать вот такую вот шкатулку. Или украсить зеркальце. Вот заднее, это вот задник зеркала, что ли. Можно вышить вот такой вот вышивкой. Очень красиво, такой вот элемент отдельно. Вот она, рамочка еще раз. Считаю, очень хорошая. Вот сам текст. Это получается уже метрика. То есть там уже написаны имена и дата. Вот сама рамка, как ее вышивать. Сам текст для метрики. Ну и тут уже алфавит идет. То есть можете выбрать для себя имя. Вот именно элемент для подушечки. Вот зеркальце. То есть ничего придумывать не надо. Хотя вот можно было взять, да, вот отдельно бабочку, там цветок. А тут вам уже все удобно сделали. И вот эта птичка, которая была на шкатулке. Мне тоже очень понравилась. На черной конве очень, очень хорошо смотрится. И мы переходим к лету. Она тоже написала Мэри Энгл Брайт в тексте, что лето для нее это краски прежде всего. Это жара, это вкусности. Это просто большое впечатление от всего вкусного, красивого. И первое, что она предоставляет, обалденный чайничек с пирожным, с вишенками. Это просто мечта. Такие краски, вы знаете, я очень люблю краски, яркие вышивки. Это просто бомба для меня. Вот, отдельные чайнички в виде вот таких вот пинкипов. Красота просто. И вот, смотрите, не повоялась черным ободком все это сделать. Предоставляется такая вот картина с несколькими чайничками. Все это будет в виде схемы. А также, как он называется, я забыла по-русски. Я знаю, что на чайничек ставится, то есть, чтобы он теплым оставался. Вы посмотрите, какие вишни красота. Вкусные просто. Вот такая вот, типа, коврик сделана. Украшение для стола. Вот, для занавесочки. Все материалы здесь находятся. И вот сама схема этого чайничка. Просто вкусно. Обалдеть. Вот пинки и чайнички. Вы можете их просто вышить потом рядком, как вот предоставляется, например, вот здесь. Но, конечно, они немножечко могут отличаться. Хотя нет, они вообще не отличаются. Просто их сделали для вас удобным, чтобы вы не продумывали, как их поставить, как их вышить. А вот, пожалуйста, все вам сделали. Вот этот держатель тепла для чайника. Извините, я не знаю, как он называется на русском языке. Я знаю, что я в детстве во время уроков труда их шила. И у меня очень хорошо получалось. И, по-моему, я вышла там какого-то петуха. Вернее, не вышла, а сшила. Вот вам схема этого рядочка. Еще даже длиннее. Это вот эта вот подстилочка и коврик для украшения стола было. Тут написано, как хорошо быть королевой. Очень интересно. Конечно, здесь много-много элементов. Так как будет рец, да, стиль. Немножко такой мультяшный. Очень много различных элементов. Очень красиво. На следующей странице предоставляется вот такая вот подушечка королевского типа. Посмотрите, какой материал использовался. Более такая серая равномерка. И использовались также золотые кисточки. В общем, подушечка с королевским намеком. Также можно вышить вот такую вот чековую книжку. Мы таким не пользуемся, но в принципе в виде блокнота можно что-нибудь придумать. Ну или вот вышивка в виде королевы, червь. Ну, пиковая дама не всегда же бывает козырной, правильно? Поэтому можно вышить вот такую вот червовую королеву. Дальше идет схема по этой картине. Общая схема со всеми этими маленькими элементами. Красота неописуемая, конечно. Она предлагает здесь использовать самый меньший каунт 22 и самый больше 36 каунт. Я имею ввиду 36 это большая цифра, поэтому у меня вза наоборот. Используется мелхилп, экстич, стрейт стич, сатиновые также что-то здесь используется, лэзи дэйзи. В общем, очень много всего. Если вы хотите такое развлечение, то ради бога, покупайте такую книжку. И у вас при всем на все про все есть схемы. И вы можете все здесь испробовать. Такие вот схемы отдельных элементов. Дальше идет такая схема цветочной девушки. По ее иллюстрации. Вот одна иллюстрация ее есть. И вот вышивка. Давайте посмотрим, что она предлагает здесь нам повышивать. Ну, конечно, цветочки, салфетки. Или вот декорация на сумочке. Украшение, например, для корзиночек с цветами. Или даже может быть горшочек с цветами. Можно будет украсить. Вот такая находится схема. Дальше вот схема отдельных элементов, как всегда. Вот очень симпатично. И она пишет, что с такой вышивкой каждый сезон он останется просто в вашем памяти. И если вы эту память хотите соединить, то она предлагает вышить вот такую рамку для фотографий. Здесь это получается паспарту вышитое. И она украшена здесь. Вот эти вот точечки. Это бисеринки. Или крестики. Момент. Нет, это не бисеринки. Это French Knots. Французские узелки это. Вот такая схема. Список материалов. Бленды тоже имеются. Ну и здесь небольшие советы для вышивальщиц. Очень может быть кому-то даже и полезным. Вот такая вот книжечка у нас получилась. Здесь предоставляется еще одна книжка. Фон Мэри Энгелбрайт. То есть вы понимаете, в таком стиле будут другие сюжеты вот из этой книжки. Мне эта книжка понравилась. Некоторые элементы и некоторые сюжеты я для себя взяла. Но как вы понимаете, если уж книжка у меня, то мне не к спеху. Пускай лежит. Как-нибудь что-нибудь я из нее выищу. Если вам нравятся такие вот именно сюжеты от Мэри Энгелбрайт, советую вам купить эту книжечку. Смотрите, конечно, если вы покупаете бэушную книжку, чтобы она была... Также написано, что она в хорошем состоянии. Иначе, я думаю, будет вам неприятно с бэушными книжками работать. У меня такой один случай был. Что написано не очень хорошее состояние, а просто хорошее состояние. И книжка, конечно, пришла ко мне не в удовлетворительном состоянии. Но я не стала уже что-то там писать и просить деньги назад, потому что она мне, собственно говоря, стоила около 4 евро со всей пересылкой. Но она у меня лежит. Показывать я вам не хочу, потому что она не очень приятная. То есть она не достойна своего внимания. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. Мне пришлось несколько прерваться. Несколько раз прерваться, потому что техника все-таки сегодня против меня. Если вы оставите какой-либо отзыв в комментарии, мне будет очень приятно. А также я учту ваше мнение, какие-то замечания. Пишите с удовольствием. Буду этому очень рада. С вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного времени во время вышивки. Сильного вдохновения от иллюстраций для вышивки из какой-либо литературы. Оставайтесь креативными. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok